Экономический суверенитет Как вы видите какие основные факторы и если он у нашей страны Экономический суверенитет Можно перевести на русский язык экономическая независимость Экономический суверенитет opening Есть еще политический суверенитет культурный суверенитет информационный и так далее Безусловно все эти компоненты общего национального суверенитета взаимосвязаны Если вычленять экономический суверенитет то это прежде всего способность страны принимать самостоятельные решения в области экономики если решение начинает приниматься за пределами данной страны если управление экономикой ведется из вне то это уже есть признак потери экономического суверенитета самый короткий ответ ну да ибо ответ абсолютно это же его согласен полностью с ним я бы немножко развернул что отсутствие экономического суверенитета это означает отсутствие суверенитета вообще то есть это одна одно вытекает условно это как знаете человеческий организм нельзя быть на половину да 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 речь не выполняет свои функции сердце свои функции то есть если какая-то часть тела перестает функционировать то есть риск гибели всего организма точно также здесь то есть суть в чем чтобы может быть наши зрители поняли четко суверенитет это право тому или иному субъекту принимать решение если в политике это право государственным органам этой страны принимать решение самостоятельно если мы посмотрим на российскую федерацию сегодня то официально по конституции не случайно об этом говорила бастрыкин по системе государственного управления сейчас можно об этом сказать подробнее в ней отсутствует технология принятия и места и органы принятия этих решений по конституции максимум кто может принимать решение в российской федерации в конституции прописано только одно что у такой фигуры как иностранное слово президент российской федерации есть право в послании федеральному собранию это где-то раз в год то есть их всего было где-то 12 за все время как бы до предлагать вот высшие формы как бы или высшее направление деятельности главное направление деятельности страны но нигде не в конституции не в законах не прописано что эти предложения являются юридически обязывающие ли юридически значимое для российской федерации мало то если мы внимательно посмотрим российскую конституцию то мы увидим что у нас там главный принцип разделения властей законодательная исполнительная судебная и центральный банк как отдельная ветвь власти прописана и в ней еще конституции через механизм так называемой свободы слова самостоятельный ветвь власти независим вообще ни от кого это средства массовой информации и решение не входящего в систему власти человека под названием президент должностного лица под названием президент или политика с такой с такой должностью они не являются ни для кого обязательными потому что он даже не является властью то есть он координатор властей в случае возникновения у них конфликта о чем владимир владимирович путин подробно кстати в интервью говорил средства массовой информации в том числе по-моему интертас когда он говорил подробно как работает собственно его работа в чем заключается возникает конфликт между властями и тогда он может прийти сказать вы правы а вы не правы Если нет конфликта между властями, то технология власти работает самостоятельно. В другом интервью он тоже об этом говорил подробно, что он как бы приходит на работу, и перед него глазами двигаются тысячи вопросов. Он может какой-то вопрос взять, но в систему повлиять он не может. То есть система, конвейер, крутится и крутится, и крутится, и какой-то один вопрос он может взять, как-то его приостановить или повлиять. Если мы говорим об экономике, ну, например, в посланиях, то есть высшая форма федерального собрания, он в трех посланиях из 12 говорил, а всего 12, о необходимости низких процентных ставок. В послании позапрошлом году в декабрьском, полтора года назад, он даже ссылался на механизм, как сделать. То есть он говорил, делайте как ФРС или как ЕЦБ, прямо упоминая эти организации в тексте послания. Тогда ставка была 6% с небольшим. После этого ставка поднялась до 17%, а сейчас 12,5%. То есть прямое неисполнение его решений, которые не должны были исполнить. Потому что нет такого права, он не является властью. То есть его решения не являются обязательными по конституции. А он просто высказал свою позицию. То есть мы видим, что у нас нет нигде, ни на каком уровне права на производство управления. Дальше мы же понимаем с вами, что ни один человек, ни одна организация, ни один институт не может существовать без идеологии, не может существовать без стратегии. То есть какая-то стратегия есть всегда. Если у тебя нет права на производство управления стратегией, это не значит, что этой стратегии нет. Но эту стратегию, согласно 15 статье Конституции, замещает иностранная система управления, которая развернута до буквально каждого низа уровня. То есть идет вертикаль власти. Эта вертикаль власти четко видна. Это специализированные международные учреждения за рубежом, например, НВФ, решения которых для России обязательные. Это внутри Российской Федерации иностранные агенты, часть из которых так зафиксирована, а часть не зафиксирована. В том числе государственные институты, учреждения, например, государственные институты, которые занимаются законодательством и аналитикой, до 90% отдельные годы финансирования за рубежа их было. Они не являются агентами, потому что в законе о иностранных агентах прямо сказано, что госорганы не могут быть агентами. А деньги-то получают из Америки. Дальше мы смотрим. При каждом министерстве ведомств уже прямые американские компании осуществляют функцию управления. Недавно обсуждали, вот я просто даже зачитаю список, чтобы было понятно сегодня действующих институтов управления иностранного государства в России. Центральный банк, Pricewaterhouse, Cooper, Audit, Oliver Woman, Минфин, КПМГ, Делойтуш, Минстрой, Делойтуш, Pricewaterhouse, Russia, Cooper, Audit, консультирование. Это все названия разных компаний Pricewaterhouse, КПМГ. Минтранс, Pricewaterhouse, Купер, Минэкономическое развитие, КПМГ, Делойтуш и так далее. То есть все министерства ведомства, Уралвагонзавод, КПМГ, Объединенная авиастроительная корпорация, КПМГ, Внешэкономбанк, Эрнс Янг, ВТБ-24, Эрнс Янг. То есть мы видим, что... Большая четверка фактически накучивает. Московская мэрия, пожалуйста, там Маккензи. Конечно. То есть мы видим, что вот эти все организации являются креативными отдельными в системе госуправления. Они производят управление. То есть они создают для министров, для министерств ведомств, для организаций повестку дня. Они говорят, надо делать это. После чего все министерства ведомства начинают эту повестку дня исполнять. Потому что они не умеют думать, они имеют право только исполнять. То есть это мозги при системе управления, но эти мозги не умные. Это мозги, выстроенные на США и на специализированные международные учреждения. Поэтому мы просто должны с вами понимать, что все, что происходит в России за последние 20 лет с небольшим, после 1991 года, придумано не в России. А это означает, что каждый день, находясь в этой конструкции, мы будем архитектуру общую ухудшать, ухудшать, ухудшать. И сегодняшние условия кризиса просто фактически толкают нас в пропасть. Потому что, имея внешнее управление в условиях внешнего вторжения санкций, мы с каждым днем будем принимать новые и новые решения на ухудшение жизни страны. При этом пропаганда будет нам говорить обратно, но пропаганду не скушаешь. Потому что кушать-то надо материальные продукты, а их будет количество уменьшаться, зарплаты будут уменьшаться, пенсии будут уменьшаться. И не будет никакого просвета, пока не будет решен вопрос о праве на управление, которого у нас нет. Я хотел бы тоже немножко... Отлично, дискуссия. Нет, дискуссии пока нету, я тоже в этом направлении думал. Дело в том, что управление от принятия решений. Принятие решений предполагает целеполагание. Целеполагания нету. Нету по той простой причине, что в Конституции нету идеологии, или вернее даже разрешения на то, чтобы иметь идеологию. Соответственно, вся эта конструкция рассыпается, ее просто нет в этой конструкции. Поэтому управление быть не может без целеполагания. Мне даже не очень понятно, значит, принят какой-то документ под названием стратегическое планирование. Но стратегическое планирование предполагает целеполагание, предполагает некий идеал. Потому что слово «идеология» от слова «идеал». То есть мы должны все-таки себе представлять, какое общество мы выстраиваем. В свое время еще Юрий Владимирович Андропов задал риторические вопросы. Мы не знаем общество, в котором живем. Но тогда все-таки мы немножко лучше понимали то общество. А вот сегодня мы это общество слабо себе представляем. По крайней мере, наши руководители, они, как черт ладана, боятся вообще обсуждения таких вопросов. В каком обществе мы находимся, раз, что является нашим идеалом. Потому что Россия, к сожалению, на данный момент является не субъектом, а объектом мировой политики. И хотелось бы еще сказать, что то, что некоторые журналисты и политики называют управлением, это вот в биологии называется рефлексией. Это вот реакция на некие изменения внешней среды. Ну, там изменения, предположим, ставки налога, изменения там процентной ставки по кредитам и так далее. Это рефлексия, это не управление. Поэтому не надо путать. И если так вот внимательно разобраться, за что отвечает то или иное ведомство, то мы видим, что оно ни за что не отвечает. Положения о министерствах, там же Министерстве экономического развития, они очень невнятные, очень размытые. И я даже своим студентам иногда даю задание. Говорю, вот вы тут говорили про Министерство экономического развития. Подготовьте, пожалуйста, к следующему разу сообщение, доклад на тему, значит, функции Министерства экономического развития. В результате, через неделю студенты приходят, говорят, мы не знаем, что нам говорить. Я говорю, правильно, потому что на самом деле у Министерства экономического развития, ну, я просто как пример беру, есть одна только функция, вербальная, проводить вербальные интервенции. Примерно в таком духе, все хорошо, прекрасная маркиза. Пропаганда. Да, пропаганда, да, причем такая убаюкающая пропаганда в стиле, в духе таком психотерапевтических сеансов. Вот, то же самое можно сказать и про Министерство промышленности, и про Министерство сельского хозяйства, и про Центральный банк, и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, у нас практически министерства, входящие в исполнительную ветвь власти, они существуют номинально. Они существуют номинально, есть вывески, есть декорации, есть штатное расписание, есть министры, и больше ничего. Вот, к сожалению, так. Что касается Центрального банка, то мы, наверное, об этом еще будем говорить подробнее, но после того, как Центральному банку полтора года назад придали статус мегарегулятора, то даже экономические либералы, кто-то из профессоров высшей школы экономики, сказал, а зачем нам вообще правительство, если у нас есть финансовый мегарегулятор? Вот, действительно, в принципе, логичный, законный вопрос. Зачем нам правительство? Правительство функция легкой подстилочки, подушки такой. Министерство экономического развития, даже с моей легкой руки, стали называть теперь Министерство экономической астрологии, потому что улегкает практически рассуждать только на одну тему. Как могут измениться цены на черное и золото на мировом рынке? Или как может измениться там валютный курс рубля под влиянием мировой финансовой ситуации? Ну, а как вы хотите? У него такая должность. Он же сидит и ждет, когда ему придут указания из-за рубежа. Откуда он знает, что будет в этом запечатанном конверте? Вот, приходится как бы предполагать. Пришел конверт, раскрыл, все понятно стало. Начал действовать. Это вот и есть рефлексия. А что сделает Министерство экономики? Да, я вам заранее скажу. Вот надо, если вы хотите узнать, какая будет политика дальше Минэкономики, надо узнать, какое будет указание исполнительного характера у ЗАО КПМГ и ЗАО Делойт-Уш, которые эту политику и формируют. Потому что они и есть отдел управления Министерства экономики. И они, в свою очередь, замокнуты на МВФ. Поэтому Минэкономики очень предсказуемо. Фактически это комиссары. Это комиссары. Приводные ремни, да. Очень предсказуемо. Вот я вам заранее могу сказать. Вот есть такое подразделение МВФ на территории России. По-моему, Ротта или Рутта его возглавляет. Которые выпускают так называемые постоянные указания. Они где-то идут раз в месяц, раз в полгода. И там подробно прописано, что в России предписано сделать. Они, в принципе, не секретные. Просто в СМИ о них нельзя говорить. Но они не секретные. То есть, что делать, они прописывают. А потом это разжевывается в виде приказов, речей министра, проектов законов уже непосредственно в том же Минэкономике. Вот этими организациями. КПМГ и Долой Туш. И уже после этого, за подписью министра или правительства, это уже выходит. И мы заранее знаем. О том, что ни с того ни с сего министры начнут требовать повышения пенсионного возраста. Вот я лично говорил об этом за полгода. Почему? Да я просто прочитал сентябрьские указания МВН, где это сказано, что надо делать так-то. Или секвестор бюджета. Напоминаю, это сокращение зарплат для всех граждан России. Вот что такое секвестор бюджета в конечном итоге. Заранее указано, что в России должен произвести секвестор бюджета. Бюджетное правило. Огромное количество мелких указаний. Это все разворачивается оттуда. То есть, как бы люди сидят, у них нет функции придумывать свое. У них есть функция читать иностранные бумаги и их доводить до сведения населения Российской Федерации. То есть, это в чистом виде такое коллаборационистское приводной ремень внешнего управления. Не больше того. То есть, нет права у правительства, у министерств ведомств придумывать политику. В принципе, оно даже запрещено по конституции. У них такого права нет. А есть только право, вернее, обязанность излагать иностранные указания на русском языке. В виде российских официальных бумаг. Они так и работают. И не случайно, мне понравился Ульюкаев, упомянутый вами, по-моему, позавчера сказал, что мы думаем, что через 50 лет Россия займет сильную экономическую позицию в мире. Звездочет. Да, и даже через 50 лет. И даже сказал параметры этой позиции. В процентном отношении Россия поднимется до уровня, по-моему, до этого, он говорил, около 5% мирового ВВП. Я напоминаю, сейчас у России 2. А когда ввели систему внешнего управления страной в 1991 году, у России было 22. То есть, мы только через 50 лет достигнем уровня, уровня в 4 раза меньшего, чем был у Советского Союза и Российской Федерации, соответственно, на 1991 год. Это вообще о чем? Это нам рассказывают, что мы каждый день кипим новыми стройками, каждый день кипим новыми проектами. То Росна, она что-то придумывает. А вот пришел министр, и честный человек в этом плане, и честно сказал, вот все ваши кипения, только вы за 50 лет сможете достигнуть уровня 92-го года. Вот, ребята, все ваши кипения за 50 лет, 92-й год. Ну, это честно, по крайней мере. То есть, мы... Ну, вообще-то диагноз. Ну, это правда. Это диагноз. Говорит, что будет через 50 лет, это, конечно, достигнет уровня... Это уже, что он, себя оракулом, что ли, решил возомнить. Или если, как бы, в советской транскрипции, мы через 50 лет достигнем уровня 50-х годов по весу российской экономики в мировой. Ну, это тоже, как бы, позиция, да? И она, по крайней мере, честно раскрывает нашу перспективу. То есть, и понятно, что мы до 50 лет с такими темпами просто не доживем. Потому что мы же не живем в системе доброго и ласкового мира, который спокойно поглаживает наши поголовки и ждет. Ну, что, мальчик, долго что-то ты растешь? 50 лет будешь расти. Ну, расти, мы, как бы, посмотрим. Нам же, нас же долбают. Евгений Алексеевич, вот вы про 50 лет у Люкаевских. А я вот, когда писал статьи по поводу обвала рубля, проверил, значит, прогнозы Министерства экономического развития на 2014 год. Ничего не сошлось. Причем не сошлось в разы. В разы не сошлось. Откуда они знают? Да, я и говорю, они не могут просчитать на несколько месяцев. И тут бросаются нам рассказывать, что будет через 50 лет. Ну, это какие сказочники. У них нет людей, которые могут прогнозировать. У них есть люди, которые умеют читать. Вот этим людям не прислали бумагу новых прогнозов, они и не прочитали ее. Ну, что вы от них хотите? Это просто исполнители. У них такая функция. Ну, я думаю, что... Я, кстати, хотел... Вы упомянули этот Международный валютный фонд. Наверное, не так часто на эту тему в этой аудитории идет разговор. Мне хотелось бы сказать, что вообще, конечно, Международный валютный фонд – один из важных элементов вот этой системы внешнего управления. О ней мы, может быть, еще поговорим отдельно. Но мне хотелось бы сказать, что еще в 70-е годы... Я тогда учился, уже закончил институт, и я помню эти прекрасные дискуссии, потому что Международный валютный фонд создавался для Бреттон-Вудской системы. Международный валютный фонд был призван выдавать кредиты для стабилизации платежных балансов для поддержания стабильного фиксированного валютного курса. Когда, значит, перешли в 70-е годы к плавающим курсам, то стал вопрос, а вообще, а зачем валютный фонд? Многие говорили, пора вешать тамбарный замок на эту организацию. Она себя это самое изжила. Ну вот, произошла некая такая реорганизация, метаморфоза, и придумали какие-то новые задания Международного валютного фонда, и теперь, значит, Международный валютный фонд на протяжении уже почти 40 лет выполняет другую функцию – продвижение вот этих самых принципов Вашингтонского консенсуса. Без особой там фантазии они всем странам предлагают один и тот же джентльменский набор. Вот вы просто сказали о том способе, как они это делают применительно к Российской Федерации. Не так может быть грубо, как в отношении Украины, где они просто дают очередной кредит и прописывают условия. Поскольку мы не получаем кредитов, то вот используются такие окольные пути. Но об этом мы, наверное, еще поговорим. Это просто формы. Украине это говорят под предлогом кредита, нам это говорят без всякого предлога кредита. Это говорят те же люди, которые просто прописывают свои указания, которые автоматически выполняются. А механизм выполнения, потому что сейчас Вы упомянули слово механизм. Механизм управления. Вот он. То есть указания являются обязательными в силу конституционного запрета на идеологию для наших властей, министерств ведомств. И министерство ведомства эти указания просто выполняет. На Украине то же самое, но там это как бы называется в связи с долгами, в связи с кредитами. У нас это не называется в связи с кредитами. Ну, Вы перестали, слава Богу, брать кредиты, поэтому здесь так откровенно нельзя действовать. А действуют абсолютно откровенно, просто изменили терминологию. Вот и все. А технология такая же. На Украине те же самые компании. Кстати, очень интересно. Вот я упомянул эти компании, там Deloitte Ush, Pricewaterhouse. На Украине они, часть из них работает бесплатно. То есть понятно, что для этих компаний не за деньги они работают. Они работают для цели обеспечения американского управления этой территории. То есть колониального управления. Есть специальные фонды Международного валютного фонда, которые проплачивают эти услуги аудиторских компаний. Да, для этих целей. Да, для этих целей. То есть там они работают бесплатно, у нас они как бы за деньги, но это показывает, что у них, это не компания с целью заработать деньги, это компания с целью произвести управление под видом компаний. Но у нас еще и за это платят, а они, конечно, этому рады, потому что, ну и чё, чё живут. То есть, ну это обычная история. Допустим, когда Англия управляла индийской колонией, она оттуда собирала огромные деньги, строила на них Лондон, свою империю. Ну какие-то небольшие средства она отправляла обратно Англию в Индию для цели управления, для цели карательных подразделений. То есть войска получали зарплату в Индии, условно говоря, из Лондона. И за счет этого проводили карательные операции, и генерал-губернатор английский там тоже получал зарплату из Лондона. То есть небольшие средства возвращались назад. Ну и если уж мы об этом говорим, то очень легко, на самом деле, абсолютно у нас в России все предсказуемо. То есть мы знаем за полгода, за год, что какое министерство скажет и сделает, потому что мы знаем постановление, вот если в советское мышление подойти, постановление ЦК КПСС, что надо сделать. Вот был такой у нас орган и политбюро, который говорил, что надо делать властям в Советском Союзе. То есть принималось постановление ЦК или политбюро протоколы, в котором говорилось, надо сделать, принять такой-то закон, сделать такую-то программу, после чего Верховный Совет, Правительство Советского Союза, Госбанк Советского Союза реализовывал эти задачи в сроки, которые там указаны. Поэтому для нас роль вот этого управленческого фактора ЦК выполняет иностранное учреждение. Поэтому, в принципе, мы заранее знаем, кто чего сделает. Вот, например, очень интересно наблюдать за нашим Центральным банком. Там просто сидят люди, пропагандисты, которым нужно только придумать, как обосновать свои решения, неважно, соответствует это обоснование, действительность или нет, свои решения. Ну, например, когда они по какой-то причине не выполнили решение Российской Конституции о поддержке курса рубля, а и грохнули рубль до 70, до 70, и запустили маховик инфляции и падения производства и стагнации, и безработицы в дальнейшем, то они обосновали это придумкой под названием «Мы тут решили, вдруг 20 лет думали, и придумали такой свободный курсообразование», то есть плавающий курс. Вот мы такие гении, решили придумать такой плавающий курс. Ну, каким? Ну, может быть, 20 лет люди думали, со стороны посмотреть. Но вот эта фундаментальная придумка, которая грохнула всю страну на пустом месте и запустила процесс, собственно, кризиса в стране, потому что... А могли бы это не делать, потому что резервы позволяли не делать этого. То есть это была как бы теоретическая мысль, посетившая руководство Центрального банка. Многие эксперты на Западе до сих пор удивляются, как при таких резервах можно умудриться так грохнуть рубль. А главное, зачем? Нет, тем более, что рубль изначально был заниженный. И Центральный банк говорил о том, что вы не волнуйтесь, он и так заниженный рубль. Ему дальше падать некуда. Да, правильно. Вот представляете, это вообще надо к Нью Гиннессу занести все эти рекорды Центрального банка. Да, но как только мы увидим, что у Центрального банка нет права на управление своими решениями, то тогда все будет станет ясно. Поступила команда из того же МВФ, они ее выполнили. Дальше поступила противоположная команда. Рубль начал укрепляться, потому что действительно экономика страны гигантски недооценена. В целом, имея треть мировых богатств под ногами, попробуй удержать рубль в качестве слабой валюты. Это еще проблема отдельная. Я говорю, что это надо умудриться. На таком уровне держать рубль. Причем покупательной способности, которую считают международные организации, ну, по крайней мере, еще год назад он был где-то примерно 20 рублей за один американский доллар. Сейчас не знаю. Потому что это экономическое наследие предков, такая гигантская богатая страна. Сравните с нищей Японией, так просто для примера. Дальше возникает другая проблема. Рубль укрепляется. А как быть? Мы только что объявили о фундаментальном. Помните, не нужно полить валюту, мы не хотим полить валюту. Помните? А теперь обратный процесс. Надо каким-то образом начать уйти от политики свободного курса образования и начать скупать доллары. Потому что рубль начал укрепляться. И тут же забыли про фундаментальную политику свободного курса, из-за которой грохнули всю страну и запустили кризис. И говорят, а теперь мы будем по 300 миллиардов в неделю выкупать долларов. Вот только вчера обещали, что курс будет свободный. Прошло три месяца, забыли про свое обещание фундаментальное, из-за которого страну грохнули, а не просто так. И теперь вспомнили, что надо рубль почему-то не поддерживать теперь, а как бы не дать ему возможность укрепиться, как бы ослаблять. Но все верится вокруг одного. В предыдущем случае обоснование было такое, что нельзя палить доллары. Во втором случае обоснование такое, что доллары надо покупать. То есть все вертится вокруг доллара. Задача Центрального банка – выкупать доллар или защищать его, как в первом случае. Он это и делает. Меняется ситуация. Вы всегда найдете, абсолютно Центральный банк предсказуем. Что бы ни произошло в России, это страж доллара. Надо ради стража доллара объявить свободный курс. Объявим. Завтра не нужно объявлять свободный курс, а надо выкупать эти доллары массово за счет российского населения. Будем выкупать. Отменим свою предыдущую политику. Вот завтра что-то изменится, я вам гарантирую, что будет делать Центральный банк. Он будет делать все, чтобы продолжать поддерживать доллар при любых раскладах и обстоятельствах в стране. Проблема заключается в том, что в условиях внешних санкций сегодня мы действительно идем к реальной абсолютной катастрофе. Моя оценка, что мы сейчас снизили жизненный уровень и экономику, вышли на определенную плату. Сейчас на эту плату не предпринимая ни одного усилия по преодолению проблем кризиса, то есть проблем ликвидности, а других проблем у нас нет. Мы на этом плате постоим еще несколько месяцев, потом рухнем опять вниз. И это произойдет уже через несколько месяцев. По той причине, что нет никаких усилий по преодолению проблем ликвидности, преодолению проблем отсутствия денег в стране в качестве кредитов и инвестиций. Собственно, в этом суть санкций. Нам не дали иностранные кредиты, иностранные инвестиции, а своих запрестили нашему Центральному банку производить. То есть производить это значит просто на уровне иностранных заимствований напечатать рубли и перекредитоваться на рубли вместо долларов. Если это перекредитование произойдет, это объем где-то 45 триллионов, это просто объем иностранных кредитов на Новый год, 45 триллионов рублей, то в этом случае произойдет замещение доллара, замещение евро, фунта стерлинга на рубли. То есть не поменяется даже общая финансовая ситуация в стране и валютная. Но появится национальный кредит в этих объемах под те же залоги, которые уже выстроены. И в виде кредита пойдет в национальную экономику. То есть это просто приравнивание рубля к доллару на национальной территории. Потому что бизнес имел право получить доллары по 4%, а в рубли их нет. Просто приравнивание и предоставление таких же прав, как иностранному инвестору на российскому инвестору. Больше ничего. То есть ничего нового придумывать здесь не надо. И запуская этот процесс 45 триллионов, мы резко останавливаем кризис, выводим инфляцию на ноль, как это в 40 странах мира, и запускаем процесс индустриализации и резкого развития страны. Это абсолютно отработанный в развитых странах, в 40 развитых странах метод, технология. И она, как говорится, элементарная. И то, что Центральный банк на нее не идет, просто потому что у него для этого нет суверенитета. То есть право на принятие такого рода решений. То есть нет политических прав. Евгений Алексеевич, я хочу вернуться к началу нашего разговора. Это именно экономический суверенитет. Когда я учился, я помню, нам на лекциях по международным валютно-кредитным отношениям говорили о том, что национальные денежные единицы – это важнейший атрибут национального суверенитета. Вот я вспомнил. Действительно, ну, вы знаете, что есть такое понятие «эмиссионный доход», и, безусловно, каждое государство стремится к тому, чтобы на территорию данного государства не заходила иностранная валюта. Даже с точки зрения просто получения эмиссионного дохода. Не говоря уж о том, что иностранная валюта может использоваться и для каких-то менее благовидных целей, скажем, для подрывной деятельности. Так вот, я хотел сказать, что, конечно, важным таким, что ли, мерилом, показателем степени суверенитета или, наоборот, несуверенности государства – это является присутствие иностранной валюты в экономическом пространстве страны. Вот с этой точки зрения, если мы посмотрим на Российскую Федерацию, то вы уже практически сказали о том, что эта экономика долларизована. Причем обычно всегда затрагивает только маленький кусочек проблемы, говорят о наличных долларах, которые обращаются на территорию Российской Федерации. Ну, есть разные экспертные оценки, точно никто не может посчитать, даже Центральный банк. У тебя есть цифры? Ну, я знаю, но они очень такие примерные, потому что процветает контрабанда наличных валютных знаков. Но, тем не менее, значит, уровень долларизации высокий именно по наличке. А если брать вообще денежную массу, то ведь мы, по-моему, об этом не раз говорили уже, что российский рубль – это перекрашенная зеленая бумажка. Потому что Центральный банк функционирует как валютное управление, то есть под иностранную валюту, прежде всего американские доллары, выпускаются бумажки национальных цветов, рублей. Причем никто это не скрывает. Вот обратите внимание, Центральный банк, когда вдруг решил начать полить рубли пару недель назад, он четко сказал, нам надо выкупить, откуда цифра взялась, полтриллиона долларов. То есть Центральный банк просто обозначил даже указание, на него пришел конверт, в нем сказано, так, предписываем выкупить полтриллиона долларов. В Центральном банке чиновники распечатали конверт и сказали, нам приказали выкупить полтриллиона долларов. Поэтому мы отказывались от свободного плавающего курса и сейчас будем выкупать полтриллиона. Откуда цифра полтриллиона взялась? Все очень просто. Агрегатом один. Сколько у нас? 15 плюс... 7 плюс 7, ну где-то 7,5 плюс 7,5. То есть на счетах в банках 7,5, на руках у населения 7,5 и с учетом агрегата 2, это деривативы, залоги, резервы, что в принципе ЦБ контролируется. Если мы по сегодняшнему курсу пересчитаем полтриллиона на рублей, это получит 25 триллионов рублей. То есть у нас на сегодняшний день Центральный банк просто должен обеспечить оборот рублей в стране долларами в соответствии с Бреттон-Вудскими указаниями. Вот и все. Вот отсюда возникла цифра полтриллиона. То есть чтобы ему обеспечить оборот в России рублей, которые у каждого в кармане, он на эту сумму должен иметь доллары, причем на счетах в Соединенных Штатах Америки. То есть это просто архитектура экономической власти, суть которой, что у нас нет национальной валюты. Потому что да, вы абсолютно правильно, я еще раз это подчеркну, что рубль, который в руках у каждого гражданина России, это тот же доллар, выпущенный для туземного обращения в виде рубля. Хочешь пользоваться рублем, купи на эту сумму доллары, господин туземец. В советское время были сертификаты, мне что с Элторга, но понятно, что эти сертификаты, они были, но это тоже та же самая бумажечка перекрашенная. То есть там были уже советские какие-то знаки, но я просто хочу сказать, что сфера обращения этих сертификатов, она ограничивалась нескими магазинами «Березка» и все. Сегодня, извините, по всей стране гуляют все эти вот… Мне платили в месяц 350 рублей сертификатами, вот этими, которые «Березки», но это тогда по курсу, я помню, в спекулятивном в Советском Союзе весило в два раза больше. То есть 700 рублей мне платили, если в рубли пересчитать. Абсолютно верно. Ну вот если еще раз мы немножко вернемся к суверенитету и механизму экономического функционирования, чтобы наши зрители четко это увидели, как вообще этот работает механизм. Вот представьте, что вы фирма А, которая хочет в России заниматься экономической деятельностью, инвестициями, строить завод в Калуге, например, или просто обеспечить свою экономическую деятельность в виде кредитов. Что вы делали до санкций? Вы шли в американские, в немецкие, в английские, в чешские, в литовские, в латышские, в португальские, в их куча банк, и брали там кредит. Ну вот, чтобы для наших слушателей было понятно, никакой кредит, тем более иностранцы, никогда не дадут без залогов. Но это вообще-то правило, это нельзя дожидать без залогов. И, естественно, залоги за рубежом, они куда более жестко контролировались, просто потому, что издалека, из какой-нибудь Португалии, сложнее контролировать залоги в России, поэтому коэффициенты накручивались дополнительно для цели контроля. Они брали там деньги и запускали эти деньги в оборот. То есть все деньги, которые у нас сегодня имеют иностранные заимствования, а объем их на Новый год по дате составляет, согласно данным Российского Центрального Банка, 700, больше 700 миллиардов долларов был, сейчас поменьше, больше 700 миллиардов долларов, что в пересчете на рубли по тому курсу 45 триллионов рублей. Так вот, под силу этот оборот мы выдали залоги. А что такое залог фирмы А оформления в случае получения кредита? Это значит, что все имущество фирмы А расположено в России, например, завода Дерибаски в Тибире, все принадлежат или контролируются кредитором. Следовательно, весь российский бизнес, цифры я еще раз напомню, 15 триллионов рублей у нас рублями, 45 триллионов долларами или евро или иностранными кредитами и заимствованиями, то есть у нас три четверти экономики долларовая, на всю эту сумму заложены за рубежом залоги. Отсюда проблема до офшеризации, отсутствия офшеризации, отсутствия национального бизнеса и внешнего управления в экономике. Но она не только отсюда, но и там еще юрисдиции, много чего еще. То есть отсюда возникает вообще отсутствие прав на национальный бизнес. Что мы предлагаем, в том числе вот в проекте НОДА под названием «Новый курс суверенной экономикой», мы вам направляли для анализа его, мы предлагаем перекредитовать на эту сумму российскую экономику срочно, это можно сделать очень быстро. Для этого надо снизить процентные ставки до европейского уровня или близкого, напоминаю, разница в 300 раз, у нас в 300 раз выше, чем, например, в Европе. И запустить в национальную экономику рубли для целей, на тех же условиях, на которых получали иностранные заимствования, для целей перекредитования и запуска национального бизнеса. Это означает, что фирма А перестает держать залоги в Лондоне, и эти залоги принадлежат российским банкам, и через них контролируется Центральный банк России. То есть в этом случае уже национально ориентированно Центральный банк. То есть у нас меняется финансовая основа функционирования страны. Результат. Фирма А становится национальной. То есть она попадает в национальную юрисдикцию, ей не надо ездить в Лондон выбивать эти кредиты, ей не надо туда отчитываться по залогам, ей не надо туда ежедневно слать отчетные материалы. Это знаете, как вот раньше помещику с поместья слали вот эти управляющие, вот сегодня засели пшеницу, завтра купили лошадей, потом построили конюшню. Вот это делают все российские крупные и средние компании каждый день. То есть сидят бухгалтера, они все с английским языком, сидят директора, и они ежедневно шлют в Лондон, в Вашингтон, в другие столицы под американцами, которые, ну, вассалов Америки, отчеты о своей деятельности. Мониторинг выполнения условий кредитного договора. Да, вот вы сейчас купили, вот уважаемые слушатели, колбасу в магазине, отчет о Вашей покупке поступил в Лондон, что у нас сегодня в нашей магазине, в нашей сети торговой какой-то там, купили колбасы на такой-то объем, в том числе ваша колбаса, которую вы купили, и отчет ушел туда. И там уже иностранный владелец, либо это владелец, либо это кредитор, что это то же самое, что владелец, он контролирует, соответственно, вот вашу покупку и вашу деятельность в России, даже если вы просто купили колбасы на 100 рублей. Вот таким образом работает этот механизм. И мы предлагаем, чтобы вот этот механизм переключился на национальный уровень и запустил мотор национальной экономики, что означает прекращение кризиса, еще раз говорю, через механизм нулевых ставок или низких ставок. Ну тут конечно от базиля 3 надо уйти, от базиля 2 и всего остального, от нормы регулирования, сделать их европейскими, они там ниже в несколько раз, запустить механизм национального кредитования, переложить залоги в Россию, видите как, возникает отсюда национальный капитал, которого нет, то есть меняется фундамент, а национальный капитал это политическая основа. Потому что к началу разговора возвращаюсь, вот мы с вами обсудили, что нет суверенитета, давайте тогда сделаем простой вывод, вот сейчас будут выборы, к нам всем придут 70 партий и скажут, мы такие хорошие, сделаем вот хорошо вот это, это, это. Но мы должны с вами понимать, если у ваших партий и у вас нет суверенитета, то люди, которые к вам придутся с обещаниями, это болтуны и вруны, у них нет права на решение этих вопросов. То есть, следовательно, вся политическая конструкция России, она фиктивно ложная, а как ей тогда, какой это смысл тогда в голосованиях, если она ложная фиктивная? То есть, восстановление, формирование национального капитала и формирование национальной экономики и формирует национальную политическую систему. В этом случае у вас уже к вам предыдущие люди, они будут говорить, я вам сделаю то-то, у них будет право это сделать, а сейчас у них просто права такого нет. Да, Роман, у вас там еще вопрос есть? На самом деле, хотел уточнить, Валентин Юрьевич, как вы считаете, что нужно сделать, для того, чтобы все-таки получить это право, управлять самими нашими ресурсами, ну и в конце концов, кто же все-таки управляет на самом деле? Вы знаете, тут я бы ответил совсем коротко, в России присутствует пятая колонна, об этом достаточно много сейчас стали говорить, слава богу. И, с моей точки зрения, одно из стратегических направлений решения этой проблемы, это девшоризация российской экономики. Когда говорят про девшоризацию российской экономики, тут мысленно сравнивают с теми мерами, которые принимаются или пытаются принимать на Западе. Но дело в том, что офшоры в России, это не офшоры американские, или вернее офшоры, которыми пользуются американские транснациональные корпорации или европейские. Там в офшоры выводят в основном финансовые результаты, прибыль, для того, чтобы уклоняться от налогов. У нас, к сожалению, в офшоры выводятся активы, то есть существует как бы две экономики. Некая экономика реальная здесь, в России, мы можем ее даже потрогать, я имею в виду физические активы. А в то же время, значит, есть офшорные компании, на балансе которых находятся вот все эти активы. То есть, как бы, вот это юридическое отражение нашей реальной экономики, оно существует вот в этом офшорном зазеркалье. И, безусловно, что мы с трудом себе представляем, какие вообще операции осуществляют вот эти офшорные компании между собой, между собой и какими-нибудь западными транснациональными корпорациями и банками. Может быть, давно уже они нас заложили, перезаложили, продали и так далее, и так далее. Этого не знает ни Улюкаев, этого не знает ни Силуанов, этого не знает, пожалуй, даже президент Российской Федерации. Вот, к сожалению, такая печальная ситуация. Поэтому для того, чтобы нам начать управлять своей экономикой, необходимо провести девшоризацию. Еще раз повторяю, что эта задача гораздо более масштабная и серьезная, чем та задача, которую, скажем, ставит Обама в отношении офшоров, которыми пользуются американские ТНК и ТНБ. И это еще есть один аспект, пожалуй, самый главный. Это политический аспект. Дело в том, что те физические и юридические лица, которые имеют счета в офшорах, те физические и юридические лица, которые создают, регистрируют компании в офшорах, они, по сути дела, являются марионетками Запада. Потому что ни для кого не секрет, что в основном офшорные юрисдикции контролируются Соединенными Штатами и Великобританией. Я не буду сейчас говорить о том, кто как делит эти офшоры, но вот два основных, будем так говорить, управленцы офшорами. Соответственно, через офшоры можно очень эффективно управлять российской экономикой, но не в интересах российских граждан, в интересах Российской Федерации, в отношении наших геополитических противников. Вот это очень важный момент. И тут, конечно, есть некое шевеление у нас в Государственной Думе. Тут, наверное, Евгений Алексеевич подробнее все расскажет. Но мне иногда тоже звонят, задают вопросы. Вот что вы думаете по поводу закона проекта по амнистии капитала беглого? Ну, я, конечно, не слежу так пристально, наверное, как вот Евгений Алексеевич. Ну, то, что я видел, это, конечно, просто слезы, потому что там речь идет о том, что, значит, надо просто декларировать, что у тебя есть какие-то активы, есть какие-то средства в офшорах, и тебе даже не обязательно возвращаться на родину. Ты можешь продолжать там функционировать. Если тебе не хочется находиться в офшоре, ты можешь переместиться в какую-нибудь неофшорную зарубежную юрисдикцию. Но дело в том, что мы должны учитывать реалии. Против России осуществляются экономические санкции, причем, возможно, эскалация этих экономических санкций. Может все перейти в очень острую фазу экономической войны, мало не покажется. Пока еще это цветочки. И тогда, естественно, все эти активы, все эти счета, они оказываются под ударом. Они могут быть арестованы, заморожены, они могут быть конфискованы, национализированы и так далее, и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, вообще поздновато пить боржом, потому что я, может быть, пессимистично смотрю на это, но думаю, что большую часть активов уже вернуть не удастся. И в то же время, значит, то, что очевидно, то, что лежит на поверхности, наши законодатели не делают. Я имею в виду, что еще в прошлом, в 2014 году говорили, уже чувствовалось в атмосфере, чувствовалось, что будет обвал рубля. Задавали вопросы министрам, задавали чиновникам Центрального банка вопрос, вы будете вводить ограничение запрета на трансграничное движение капитала? И говорили, нет, не будем. Это же прямой намек, это зеленый свет финансовым спекулянтам. И, с моей точки зрения, то, что можно сделать быстро, буквально в течение нескольких дней, это принять закон о запрете трансграничного движения капитала. Потому что мы теряем каждый день. Как это было в России? Да, до 2006 года, совершенно верно. Хотя бы, хотя бы, хотя бы вернуть на позиции 2006 года. Вот, к сожалению, этого нету, и все становится понятным. Понятно, почему блокируется этот процесс. Вот, опять-таки, замкнутый круг, вот эта офшорная аристократия, которая фактически выполняет команды, которые идут из Соединенных Штатов, из Великобритании, из тех стран, которые контролируют офшорные юрисдикции. Вот этот порочный круг надо разорвать. Его надо разорвать. И, опять-таки, мы должны все-таки опираться на собственную историю, на собственный опыт. Вы меня спросите, а где же были офшоры в нашей истории? Были ли они? Они были, конечно. Это царская Россия, были офшоры. Они были и в Советском Союзе. Только они не назывались офшорами. Были пламенные революционеры. Это особая страница нашей истории. Пламенные революционеры переправили на Запад очень большие средства. И были счета открыты в американских и швейцарских банках. И, к сожалению, у нас очень плохо сейчас объясняют историю 30-х годов и тот же самый 37-й год. Потому что в 37-м году ждали от таких пламенных революционеров не каких-то политических признаний. Это было смешно. А, прежде всего, выбивали именно пароли, номера, счетов. И часть денег были спасены. Это операция Крест. Это наши спецслужбы, которые реализовывали операцию Крест. Гораздо более сложных условиях. Поэтому это очень сложная многоходовая операция. Но о ней никто даже не говорит, ее никто не обсуждает. Это надо просто для начала решить проблему суверенитета. Бессмысленно что-то обсуждать, если у тебя нет права на решение. Ты можешь обсуждать все, что угодно. Вот я и говорю, порочный круг. Поэтому, собственно... А прав-то нету. Ну и будешь на кухне жене рассказывать свои мысли. И на этом все закончится. У меня все-таки в истории масса прецедентов, когда эти порочные круги разрывались. Это называется победа национально-освоительного движения. Правильно? В истории. А как это называется? По-разному, да. Но тем не менее, да. Вчера были колонии, потом прошел процесс. А какой процесс? Процесс на уровне, извините меня, войны или напряжения на уровне войны. Конечно, конечно. То есть на халяву не будет. У нас некоторые наши зрители думают сейчас, говорят, ну быстрее бы там Путин тогда вот это все вы такие умные сидите перед микрофонами сделал. Не сделает он это без массовой поддержки желающих нормально жить. То есть это не вопрос Путина или депутатов. Это вопрос 145-миллионного населения России. Если кто-то думает, что за него ему сделают хорошую жизнь, то это идиот. Такого не произойдет без его личного участия. Особенно сейчас бывают некоторые, которые активно борются против национального-освоительного движения. Но они борются против себя. Значит, это дважды идиоты. Ну только так, как и надо, можно сказать. Теперь, вот тому, что вы подняли, деопширизация, это вот тот закон, о котором вы говорите, это я его рассматриваю тоже как пустышку. Вот честно, что пустышка, некая такая фантом, может быть в правильном направлении мышления, но как бы оно не достигнет цели, потому что оно и не может ее достигнуть в принципе. Потому что невозможно, не решив проблему национализации, мягкой или жесткой, решить проблему деопширизации. Все очень просто. За рубежом у нас хозяева и кредитные ресурсы, на которых работает экономика в России. То есть, не решив проблему замещения иностранного кредита на национальной, на тех же условиях, вы не решите принципу проблему деопширизации. Евгений Алексеевич, одновременно надо и то, и другое, и третье. Знаете, как пациент в тяжелом положении. Выходит бригада врачей, и начинается такая интенсивная терапия. Сразу каждый врач отвечает за свой участок. Да, правильно. Вот только так. Из врачей, которые даже вы назвали, есть какой-то главный. Вот есть главный врач, от которого зависят главные вопросы. И без него ничего, без трех врачей или четырех ничего не решится. Но без него не решится. Он как бы, он дает команды. Вот он дает, команды начинаем действовать. И все остальные врачи, такие же важные, все побежали. Руководитель бригады, да. Вот этот руководитель бригады, в системе, этот центральный банк, и ставки. То есть вы не можете предложить бизнесу перейти в национальную юрисдикцию, если он здесь не получит альтернативу иностранному кредитованию. То есть тогда он, да, придет в Россию, этот же наш предприниматель, откуда-то там, с Кипра, и он в России получит такие же условия, тогда он сможет перекредитоваться в России, запустить здесь, и называться он будет с этого момента национальный бизнес. То есть вопрос ставок является ключевой. Не случайно Путин его поднимает в трех посланиях. Это же не случайно. Он является ключевой, вокруг которого, из-за которого следуют все остальные вопросы. Кстати говоря, на встрече деловой России мне задавали вопросы, потом я не был там. Почему Путин ушел от этого вопроса? Его спрашивали, он говорит, это не моя компетенция. Он ушел от этого даже. Он не ушел, он сказал правду. Это не моя компетенция. Что вы ко мне пристали? Что вы вообще решили, что президент России отвечает за это? Вы идиоты сидящие. Вы почитаете Конституцию. Я вам перевожу. Но вы просто говорили о том, что когда-то он этот вопрос затрагивал, но последний раз он вообще даже отказался обсуждать этот вопрос. А что тут это? Это очевидная вещь. То есть если он начнет его обсуждать, он должен будет сказать, ребята, у меня нет возможности сломать Центральный банк. Вот что он должен будет сказать. Потому что он три раза говорил, чтобы они делали так. Это как вообще? Как может сказать это политик? Вы же не забывайте, что он же политик. То есть он должен держать сакральность власти. Кстати, Евгений Алексеевич, вы, наверное, уже много раз выступаете перед аудиторией. Наверняка вы эту тему затрагивали. Но ведь в начале нулевых годов Путин, когда впервые стал президентом, он сразу же взялся за Центральный банк. Вы, наверное, эту тему обсуждали. Два года он пытался ее реформировать. Два года. И у него не получилось. К сожалению, не получилось. Косметика. Косметика. Создали банковский совет. Но у него не получилось. Не получилось, да. Не получилось. Это я помню прекрасно. То есть вы эту тему обсуждали. Ну а мы можем. То есть это борьба. И в любой борьбе совершенно не обязательно все получается. Вот хотела ли Красная Армия победить гитлеровскую Германию в 41-м? Хотела. Но не получилось. И потребовалось сдать половину городов страны, отступить до Сталинграда. И после этого, когда было осознание катастрофы в народе, произошла мобилизация людей уже не на халяву. Как бы они думали, за них кто-то решит в 91-м. Я при всем уважении к героям говорю. Реально в народе думали, что кто-то другой решит. И после этого только произошло внутреннее понимание, что без тебя лично не решится проблема. И тогда пошло обратное наступление. 41-й год это интересная тема, потому что первые месяцы шла сдача без боя. Потому что ведь часть наших бойцов действительно думали, что идет освободитель. То есть где-то прозрение наступило только где-то к октябрю 41-го года. И сдача в плен прекратилась. А до октября были массовые сдачи в плен. То есть я о чем сейчас говорю, что люди, которые нас смотрят, пока не будет в обществе в 140 миллионов людей понимания, что это их жизнь, их борьба, их смерть в случае поражения, не получится у Путина решить проблему ни Центрального банка, ни суверенитета, ни выживания нашего отечества вообще. Не получится. Это личное дело каждого из 140 миллионов. Идея должна владеть массами. Помните фразы? Это тоже правильно. То есть мы-то с вами говорим о технологии. А если мы говорим о политике, то за вас на халяву никто не сделает. И те, которые борются с национально-освободительным движением, такие тоже есть. Большинство из них, конечно, американские агенты. Но есть и те, кто поддался пропаганде. Чтобы они должны понимать, что они борются против себя. Они делают себе хуже. И потом им закончится тем, что их будет убивать, как бабушек на Донбассе. Их лично. А не кого-то там, знаете, вместо них. А те, кто олигархи, они сбегут просто из страны в нужный момент. И все. А расстреливать будут массовое население. Так вот. И сегодня, моя точка зрения, что на сегодняшний день в России нету движения к победе. Мы пока в фазе, когда нас поливают мертвой водой. Ни один чиновник официальный высокого уровня не сказал, как решить проблему кризиса. И решить проблему противостояния с иностранным вторжением. Об этом говорит НОД. Об этом говорим мы. Но ни один чиновник на уровне государства, кроме Путина, это и Бастрикина в какой-то мере. Бастрикин говорил о реформе Конституции. Не сказал. Это означает, что завтра будет хуже, чем сегодня. Послезавтра будет хуже, чем завтра. И на каком-то этапе это хуже-хуже приведет к ликвидации. То есть количество негатива перерастет в качество. Ликвидацию государства. И масса, и резни. Вот к чему это приведет. Ну что-то типа декабря 2013 года, как на Украине. Да, абсолютно точно. То есть это просто людям надо понять. От них зависит спасение. Их самих. Не от Федорова, не от Путина. От них. И мы просто говорим о методах, какие работают. А теперь давайте, может быть, у меня к вам вопрос будет. Вот представим себе такой вариант, что завтра Центральный банк снизил ставку до европейского уровня и ввел более-менее нормы регулированной, как в Европе. То есть дал возможность российским организациям получать кредит по 4% годовых. Это можно сделать за день. Можно. Ну что, завтра объявляется бы ставку 0,05. Я вам выдам некоторые секреты. Я уже работал 10 лет в Центральном банке. И хочу сказать, что с точки зрения методической и нормативной, все подготовлено. Ну это да. Все было подготовлено еще 10-15 лет назад. Это сводный экономический департамент, который отвечает за рефинансирование коммерческих банков. Не знаю, кто сейчас директор, тогда была Иванова. Могу вам сказать, все готово. Ждут отмашки. Ждут отмашки. Потом появились и другие директора, которые сейчас на всякий случай уволились, начальники управления, типа Белякова, по-моему, и так далее. Но которые заключили договора, по которым это нельзя. Это я все понимаю. Вот давайте представим. Вот завтра это произошло. Произошла эта отмашка. Но отмашка как? ОМОН в ЦБ, и вот вам отмашка. А не просто так. На халяву не получится. Да, как большевики пришли в Госбанк где-то в декабре 17-го или даже в ноябре. Да, вот представим, что произошло. Вот приняли это решение за один день. Что происходит дальше? Ведь не заработает сразу печатный станок, как некоторые думают. А произойдет следующее. Российская банковская система. Инвесторы начнут просто в компьютерах вместо долларов и евро пустых писать рубли. Такие же формально. И начнет обращаться за российским кредитом, за перекредитованием, за инвестициями, за строительством новых заводов. То есть пойдет массовая индустриализация, массовое развитие экономики, производство, остановится кризисное падение. И это все делается, можно сделать за один день. То есть технология здесь прямая, связанная с решением, скажем так, одного дня. То есть произошло решение, победа, если хотите, 9 мая в области политики. После чего реализовалось это в области экономики. Евгений Алексеевич, конечно, за один день это не сделаешь. Я вспоминаю, как... Решение. А решение, да. Потому что я помню, как большевики пытались взять в государственный банк и... Вначале они решили, а после этого они это налаживали. Да, налаживали, да. Потом они поняли, что, значит, кого-то надо уволить, кого-то взять в качестве спецов. Каждому спецу поставили комиссары. Укол комиссара были еще какие-то там ученики. И года через два система заработала. Вот просто там можно поучиться, как они это делали. Перехватывали управление. Да, 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 перехватывали, да. Ну, здесь будет, мне кажется, полегче, учитывая, что вы правильно сказали, что и в Центральном банке есть люди, которые помогут это сделать. Просто они сейчас как бы прячутся, эти люди. Потому что попробуй подними голову, у тебя тут же голову снесут американцы в этом же Центральном банке. Ну, да, там на уровне начальника отдела уже как бы это самое идет очень жесткий арбук. Это в отличие от большевиков, да. Там было все-таки сопротивление среды. Здесь все-таки сопротивление начальства, а не среды. Поэтому не два года, несколько месяцев. Но, в принципе, мы как бы запускаем процесс, который известен всем. То есть, давайте мы рассмотрим его на уровне узлов. Вот инвестор. Да инвестору вообще по барабану в чем кредитоваться? В друбле или в долларе? На уровне инвестора он готов за секунду. Инвесторы это нынешние предприятия, которые занимаются взятием кредита, экономической деятельности, инвестициями и так далее. Просто он не в долларах берет, а в рублях. На те же залоги, на те же механизмы. У него все готово, ему все равно. Надо ему иностранное импортное оборудование. Пошел, часть поменял на доллары, которые у нас платежный баланс благодаря нефти в 100 миллиардов по году. То есть, вполне достаточно, чтобы поменять. И начал стройку. Банки. Банкам, в принципе, тоже все равно. Потому что сегодня они выполняют условия иностранного кредитора на 150 миллиардов, если мы говорим, банки берут иностранное заимствование. Инструкции ЦБ, которые запрещают им пользоваться рублями. То есть, банки тоже готовы. То есть, не готовы, получается, только за вино под названием Центрального банка и правительство. Почему правительство? Потому что я помню речь министров российского правительства, которые в Давосе месяца три назад не видели ролик. Ну, я читал. Ролики не видел, а так читал. Ролик, когда с трибуны во Франции наши министры клянутся, что ни копейки не возьмут кредиты из российского ЦБ для российской экономики. Клянутся просто кровью. То есть, агентура клянется хозяевам, что они сделают все, чтобы их страна не пошла по европейскому пути. Они же в Европе, во Франции говорят. В Давосе рядом находится эмиссионный центр Европейского Центрального банка, который еженемесячно 60 миллиардов долларов евро печатает для цели европейской экономики. И вот этому банку наши министры клянутся, что они так не будут делать в России. Никогда. Там очень развернутая речь, очень интересно. Они рассказывают, что Центральный банк 20 лет бился за то, чтобы не давать ничего российской экономике. Как он 20 лет выстраивал свою политику, чтобы ни копейки российскому гражданину. И вот, наконец, 20 лет они выстроили комборционистскую политику. И теперь ни в коем случае, ни шагу назад от колониального управления. Вот клятва российских министров. То есть, понятно, не заменив этих людей, но не получится. Но их жизнь и смерть положены на весы иностранного управления. Это их судьба, это их жизнь за 20 лет. То есть, придется заниматься чистками. То есть, не решить проблему Центрального банка и низких ставок, не решив проблему чисток. Это же понятно. Ну да. Дальше вопрос чисток политический. Это вопрос накопления сил. Кстати, Черчилль сказал в отношении Сталина, что если бы он не провел чистки армии, то он никогда бы не победил бы фашистскую Германию. Это тоже понятно. Сейчас у нас экономическая война, здесь тоже нужны свои чистки. А как же? Да. Но для чисток нужна расстановка сил. Бастрикин, да, он в условиях чисток, это Малюта Скуратов, он уже дал понять, что он будет такой, когда говорил о Конституции. То есть, в принципе, круг-то замкнулся. Что делать, все знают. То есть, чтобы решить проблему экономики, надо решить проблему политики. Чтобы решить проблему политики, надо запустить массовую чистку тех чиновников, которые верно и насмерть служат коллаборационистам, иностранным интервьюентам пятой колонны. Или, как Путин говорит, пятой колонны в экономике. Он же говорит о властях, которые управляет экономикой, я говорил о пятой колонне в своем послании. В экономической сфере, задача которой ухудшить жизнь граждан России. Я обращаюсь к гражданам России. Ваша жизнь, я на Путина ссылаюсь, достаточно ухудшена, чтобы вы начали думать? Или еще хотите уменьшить вашу зарплату раза в два? У меня вопрос, вот, пользуясь случаем. Мне это интересно знать. Потому что, если вы еще готовы потерпеть и ухудшить свою жизнь, значит, и мы потерпим. Подождем, когда вам будет не в моготу. Но вот опыт Украины показывает, что терпели. До тех пор, пока стрелять не начали. И тоже терпят. Потому что только часть терпит. Только часть. Какая-то терпит, какая-то не терпит. Давайте будем ждать еще. Когда начнут стрелять. Вот у меня вопрос к гражданам России, которые нас смотрят. Как вам нужно сделать плохо, на каком уровне вы поймете плохо, что пора действовать. Вот на каком уровне вам. Вот уменьшили вам зарплату сейчас на 30%. Вам еще неплохо, да? Ждем. Сколько надо? Вот сколько? Вот сколько вам надо? Вот морды в асфальт мало? Подождем. Два раза морды в асфальт. Уменьшили жизненный уровень. Уволили с работы. Напишите себе. Вот придете сейчас, послушав нас домой, напишите на бумажке. Вот досюда я готов был к предателям и коллаборационистам и молчать. А вот с этого момента мне достаточно розг по спине, по хребтине, чтобы я начал поддерживать национального лидера в национальной освободительной борьбе. Вот когда вы для себя определите, вы скажите этот уровень. И вот с этого момента, когда мы подождем, пока это и произойдет, после чего ждем вас в гости для цели восстановления суверенитета Российской Федерации под управлением национального лидера Владимира Владимировича Путина. Вот я вам говорю откровенно. Вот просто ждем. Пока вы не готовы к этому, мы будем смотреть, как ваша жизнь улучшается. Илья Алексеевич, в этом смысле нашим гражданам надо дать возможность выбора. Если у них есть свои лидеры, дай бог, как говорится. Дай бог, дай бог. Я понимаю, что надо навязывать лидер. У нас дефицит лидеров, это другое дело. Никто не навязывает. Мы сейчас говорим о национальном лидере, который публично, многократно говорил, что делать, как делать, все обозначил, все разжевал. Просто, я говорю о Путине, просто на сегодняшний день, если есть другие лидеры, пожалуйста. Мы должны еще организоваться. Попробуйте организовать лидеры 140 миллионов народа. Путин 15 лет занимается подготовкой и восстановлением суверенитета. Потому что суверенитет не восстановлен. Но подготовкой занимается 15 лет. Отладил армию, отладил вежливых людей, начал первую работу в этом направлении, например, Крыма. То есть на сегодняшний день другого лидера объективно нет. Можно, конечно, дождаться нового лидера, но новый лидер выйдет уже из гражданской войны. Мы должны с вами четко понимать. То есть новый лидер, если что, появится в результате убийства полмиллиона-миллиона человек. Если мы хотим, кроме падения жизни на уровне, снижения зарплат, пенсии, повышения цены и увольнений, дождаться, когда нас вырежут полмиллиона человек, чтобы... Ну это другой виток уже, другой виток общественного развития. Ну давайте скажите об этом. Придите домой, скажите своей жене. Вот, уважаемая жена, я не согласен сражаться за свое отечество уменьшите с Путиным, даже если мою зарплату уменьшат в 10 раз. Но я согласен за нее сражаться, если убьют моего ребенка. Ну напишите для себя так. Тогда мы будем здесь, в политической среде, в ноде понимать, что вы подниметесь на национально-освободительную борьбу, когда убьют вашего ребенка. Будем ждать до этого события. Ну вы определитесь, граждане России, когда вы подниметесь за свое отечество, как ваш дед и прадед, на каком этапе испытания приведут к вашему самосознанию, как это произошло с нашими дедами и прадедами в 1942-1943 году. Давайте так. Ну я уже не знаю, как это сказать. Просто определитесь. Уважаемые граждане России, определитесь, когда, с какого момента достаточно вас бить по хребтине, чтобы вы начали соображать. Ну это ваше решение. Я не сильно эмоционально сказал. Ничего. Нормально. Ну вот. А дальше все эти вопросы с составками, с чистками, с организацией власти, с конституцией, с конституционной реформой, о которой говорит Бастрыкин и Нот, и с суверенитетом, о котором говорит Путин. Это все технология вашего решения. Если вы решили жить свободно, счастливо и богато, и чтобы вас не убивали, то технологически мы вам сделаем красиво. Здесь вот Нот, национальный лидер, Бастрыкин и та часть национальных элит, которая за национальный курс. Нам просто надо понять обратную связь. На каком этапе вам надо сделать, на каком этапе вы готовы поддержать национального лидера и борьбу за суверенитет? Вот на каком этапе? Где вас нужно американцам опустить, до какого уровня, чтобы у вас включился этот тумблер? Вот и все. Вот такой простой вопрос. Вот просто подумайте у себя дома, с семьей посоветуйтесь. Если у вас трое детей, посмотрите, кого из трех детей вы готовы потерять ради этого вашего восприятия мира нормального. Ну определитесь. Вы все-таки в политике, я не в политике. У меня вопрос просто, как говорится, по горизонтали. А лидеры других политических партий? Ведь вы же соприкасаетесь с КПРФ. Мы же с вами только что обсудили политическую форму. Ну да. Может ли в несуверенной стране быть суверенные политические объекты? В принципе. Вот если у вас соревнования... Ты тоже не суверенный? Конечно нет. Да, как вы? Как и все. Как вот была вчера колония, а потом эта колония стала свободным государством. Ну так в этом смысле, предположим, Зюганов или еще кто-то. Смотрите, я не суверенен по должности. Я суверенен по личным решениям. То есть я об этом говорю. Может быть у нас много таких суверенных людей, которые духом суверенны? Нет. Наверняка их много. Наверняка их много. То есть я не сторонник того, чтобы вы так вот это прямо говорили, что их нету. Нет, подожди, подожди, подожди. Нет, их много. Я что-то не спорю. Я больше того, я скажу, их 99%. Нет, не все готовы бороться. То есть есть более активные позиции по суверенитету. Вот как занимают там члены НОДА, например, или Путин, или Бастрикин, которого бьют за то, что он... Кстати, он поднял вопрос о суверенитете в Конституции, его сразу начало бить другие министры. Обратите внимание. Конституционный суд. То есть это борьба. То есть его пытаются подавить. О нем запрещено говорить в средствах массовой информации. Это касается и НОДА. Против НОДА борются. Пытаются вывести как бы на поле, на котором говорят, а вот они там что-то говорят. Это и есть форма борьбы. Но в случае победы национального курса и Путина, я вас уверяю, 99% чиновников скажут, да мы так всегда и думали. Да мы знали это с момента рождения. Просто мы выполняли свой долг, будучи начальниками отделов, министрами, олигархами. А наш долг был обслуживать иностранное государство. Понимаете, да? Эта же история, она понятная. Да, нам приказали, мы делали, скажут министры. Тот же Ливанов. Да, мне приказали ликвидировать российскую науку и образование. Я ее ликвидировал. А что вы ко мне пристали? У меня такая работа была по конституции. То есть это скажут вам мгновенно. Технология, она просто по-другому выглядит. Технология национальной освободительной борьбы это не 2-3 человека, которые вдруг решили поменять свои взгляды и начали как-то там бороться. Технология национальной освободительной борьбы это изменение качества всей системы в стране. То есть сегодня у вас Иванов работал коллаборационистом коллаборационистской команде, а завтра Иванов или его зам, если Иванов слишком много наследил как бы, как это в знаменитом произведении было сказано, что был первым учеником в коллаборационизме. А завтра Иванов уже работает на нацию, на российское государство. Это как бы не то, что нормально, но это объективно так устроены политические процессы. То есть у вас те же люди занимаются... Вот посмотрите по Верховной Раде Украины. Янукович их подбирал поштучно. Они все были за Януковичем. Произошел госпереворот, и та же Рада, в то есть те же депутаты, почти в полном составе, перешли на сторону интервента оккупанта-фашиста. И то же, так же. Завтра же, эта же Рада, пускай даже сегодня она хуже, после последнего фарса под названием выборов, где там эти батальоны оккупантов и все остальное. Она в том же составе, если изменится конъюнктура, перейдет на позиции, допустим, антифашистские, если Донецк и Луганск освободят Киев от фашистов и интервентов. Та же Рада придет и присягнет этому же Донецку и Луганску. Это жизнь. Она так устроена. Так устроен человек. Так вся история мировая устроена. Особенно так устроен, не поверите, политик. Его 20 лет учили быть конъюнктурщиком. У него работа такая. Артист в театре. Сегодня он играет роль партизана и борца с фашизмом, а завтра он играет роль офицера СССР. Это вы правильно сказали. Потому что современная политика, он постоянно перед объективом. В соседнем спектакле. Его работа... То есть политическая система, вот по Европартии вы спросили, она вся коллаборационистская по своей содержательной части. Не по людям, которые ее занимают, а по должности, если хотите. И работа политика в Госдуме так в Конституции записана. В Госдуме депутаты принимают законы. А кто пишет законы, вы спросите. А Конституция пишет в Соединенных Штатах Америки. А работа принимать. Так политик вам и скажет. Так ребята, вам не нравится, какие я законы принимаю? Так вы это там в Консерватории подправьте. Вы в Конституцию подправьте, которые на референдум... Евгений Алексеевич, можно вопрос? Поскольку я с вами встречаюсь раз в год. С удовольствием. Бастрыкин, как говорится, под ударом. Да. А вы? Бастрыкин просто калибр побольше. Понятно. То есть Бастрыкин уже подключился к национально-освободительной борьбе, когда НОД и мы размяли площадку. То есть мы провели разведку, боем. Представляете себе, тяжелая артиллерия и разведчики. Разведчиков много, и они там... Вот видите, мы с вами находимся в стенах Государственной Думы, и нам даже разрешают заниматься такой деятельностью, можно сказать, неконституционной. Нет. Конституционная деятельность по конституционной реформе Конституции. Тут надо четко. Потому что НОД занимает позицию, что реформировать по закону. То есть строго по закону. Вот в Конституции сложная процедура реформа. Понимаете, есть бог и есть дух. По духу мы занимаемся тем, что не нравится хозяевам. Мы по закону говорим. Ну, вы же понимаете, что... Понимаю. Хозяевам в Америке. Да, да. Ну, хозяевам в Америке не нравится, а национальным ориентированным силам во главе с Путиным нравится. Понятно. В этом и есть расход. Просто люди часто задают вопрос, как это так удается Евгению Алексеевичу вот столько лет заниматься такой подрывной деятельностью стены Государственной Думы? Это борьба. И такая же борьба была во всех случаях национально-освободительных движений. То есть, прежде чем Индия освободилась от того, что она стала индийской колонией, сколько там Индира Ганди, вернее, не Индира, а это, да, да, занималась борьбой? Сколько лет? Какие потери понесли? Десятки лет. То есть, это внутри колониального государства Индии рождалось национально-освободительное движение, да еще и мирными ненасильственными методами, что сложнее, согласитесь, да? И тем не менее, они через десятки лет борьбы достигли своего результата. И это формы борьбы. И Россия, конечно, куда более амбициозная страна, чем Индия, потому что Индия уже колония много лет, а ее уже ухайдокали, сотни лет. А Россия все-таки еще не готова быть рабами, люди в России. То есть, они готовы, как бы, не понимать, что они рабы, но не готовы быть рабами, если они это поймут. Понимаете, в чем разница между Индией? Именно поэтому Россия сегодня во главе с Путиным ведет процесс мирового национально-освободительного движения, объединяя Китай, Индию, Бразилию в борьбе, которой они, эти страны, и без России занимались тысячи лет своей истории. Борьбы против колонизаторов. Но они уже ухайдокали, они уже крутые горки, сивку укачали. А когда появилась впереди отмороженная Россия для них, и за них стала решать вопросы лидерства мировой национальности, они, естественно, с радостью присоединились. То есть, Китай только на российской борьбе за год заработал триллион долларов, снизив курс юаня за два года с 9% до 2,5%. И отменив нормы регулирования, которые у Китая были такие же, ну, Базиль-3 у них не было, но все равно выше, чем в Европе. Кстати говоря, Китай один из первых заявил о том, что готов принять Базиль-3. Ну, не принял. Ну, вот не принял, да, потому что они первые сказали, что мы готовы. Не принял, потому что они сказали американцам, американцы пришли и сказали, вы готовы принять Базиль-3, китайские туземцы? Китайские туземцы, сделаем, как скажешь, белый господин. Сказали, а потом втихаря сделали по-другому. Это их стиль, потому что они уже, ну, они же понимают, что столкнуться с белым господином, как бы, и сказать ему нет, это секир башка будет. Вот вспомните 150 лет назад опиумные войны. Китайцы белому господину из Англии сказали, мы не будем есть наркотики и умирать. Белый господин пришел и взял Пекин и вырезал четверть китайского населения. После чего китайские туземцы поняли, что белому господину лучше не перечить. Правильно? Правильно. Сегодня Россия взяла на себя конфликт с белым господином из Америки. Следовательно, за ее спиной можно по-тихому заработать триллион долларов в виде чистки за счет запуска юаня по низким ставкам. Китай заработал с удовольствием, потому что у американцев нет силы бороться сразу с двумя странами по-крупному. На Россию сил хватает, на Китай уже нет. А вот не было бы России, тогда Китай бы замочили, потому что с одной стороны у них сил хватит. Так что это мировая конкурентная геополитическая борьба в форме национально-освободительной мировой борьбы. Если хотите, другое историческое название – борьба колониального мира за освобождение, которое было в 60-е годы из последнего. Успешное, я имею в виду. Ну, там была своя специфика колониальной борьбы, вы же понимаете. Всегда есть специфика. Дядя Сэм очень хотел деколонизации, потому что надо было… Потому что бился с Англией. Да, бился с Англией. Потому что была конкуренция. Только это всегда так. Это и называется конкуренция наций, в которых нет друзей, а есть, как говорили англичане, вечные интересы. Другое дело, что есть конкуренция в бандитской среде за лидерство в бандитской группе. Вот у вас банда. В банде что же есть? Паханы. А паханы как в банде создаются? Путем подавления непоханов, правильно? А как? Так, вот американцы подавили паханов из Англии, взяли от них силу и возглавили их в банде англосаксонской, в которой всего 10% человечества. И сказали, не только подавили паханов в Англии, но и сказали, мы вам обломим с царского стола. Ну, с бандитского стола. Обычные бандитские разборки. Потому что англосаксы всегда строили колониальные империи. Это их стиль госстроительства. Тысячи лет. Они по-другому не могут. Они не могут жить ни за счет других. Ну, бывшие пираты. Ну, конечно. А Россия, Китай, это 90% человечества, которые внутреннего развития. Которые привыкли жить за счет себя. То есть, это все равно, что бандиты и, допустим, промышленники. Промышленник, ну, не будет промышленник грабить караваны судов, потому что он заточен на то, чтобы зарабатывать не на грабеже караванов судов, а на производстве стали. Ну, правильно? У него другой, как бы, менталитет. А вот бандит не будет производить сталь, потому что он не хочет производить сталь. Потому что это не рентабельно, с его точки зрения. А будет грабить промышленность. Не рентабельно, конечно. Вот это отношение России с Америкой и с Англией. Вот, кстати говоря, поэтому и там предпочитают заниматься финансовым бизнесом, потому что он рентабельный. Поэтому вот... Рентабельный в том случае, если можно втюхать пустые бумажки. Это вот как у нас, да, приходил Рекет и говорил, купи кирпич за миллион долларов. И так покупали. Ну, вы думаете, покупали, потому что кирпич оценили в миллион долларов? Нет. Потому что сзади стоял человек с пистолетом у виска. И говорил, вот, да, вот этот кирпич за миллион. Подсказывал. Вот и вам метод американского управления. Ну, точно так же и золотно-валютные резервы накапливаются с пистолетом у виска. Конечно. То есть это бандитский метод госстроительства. Конечно, да. Единственное обеспечение американского доллара, это американские авианосцы и ракеты. Ничего другого. Да, а если не доходят, то войны. Как на Украине, как в Сирии, как по всей Африке и так далее. Как в Йемене сейчас. Это метод. Как до этого в Китае, в Индии и вообще по всему миру. То есть это метод. Это бандитский метод госстроительства. И защита от бандитского... Вот мы с вами говорим об экономике, о ставках, о политике Центрального банка. Это просто реализация этого метода. А суть-то она как была, так и осталась. Вот что сейчас происходит на Донбассе? На Донбассе Россия, оболганная и обманутая, защищает себя. Это часть нашей территории, по сути дела. Она и есть. Это война. Территория России идет. То, что нам пропаганда. За 20 лет рассказала, что Киев и Донбасс это не Россия. Это же ложь. А завтра эта же пропаганда вам скажет. Тамбов это не Россия. Нижний Новгород это не Россия. Скажет обязательно. То есть, отступив раз, поддавшись раз на ложь, ты будешь всегда идти этой дорогой лжи и деградации. Поэтому мы как государство защитное исторически, мы должны восстановить общенациональный контроль. Я понимаю, не Россия сегодняшняя над Киевом, а Киева самого, русских, которые живут, а украинцы это те же русские, над всей территорией. Не восстановившись контроля, мы потеряем и другие города. И Москву, и Питер, и Нижний Новгород, и все остальное. Это уже абсолютно сейчас очевидно, потому что это исторические правила. Поэтому борьба на территории Украины это наша отечественная война. И мы там должны добиться освобождения от фашизма, иначе мы погибнем здесь, в Москве. Но это азбука. Если кто-то у нас в России это не понимает, ну он идиот, иди помирай, не жалко. Но идиоты должны вымирать, в конце концов. Это исторический закон. Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, рубль производная доллара. Наши резервы лежат в американских центрах бумаги. То есть, данный победитель в холодной войне выплачивается ежедневно. Какие выходы из сложившейся ситуации вы все-таки видите? Ну, конечно, фундаментальное решение этой проблемы заключается в том, что нам надо изменить модель денежной эмиссии, о чем мы сегодня и говорили. То есть, нам необходимо, чтобы Центральный банк имитировал рубли не под покупку иностранной валюты, а для финансирования проектов в реальном секторе экономики. Это будет неинфляционная денежная эмиссия. То есть, это будет предложение денег, которое будет вести к увеличению предложения товаров. Это вот нормальная такая модель. Она в некоторых учебниках почему-то называется немецкая или германская модель. Вот. В принципе, можно даже подумать как о промежуточном варианте, о такой модели, которую в учебниках почему-то называют американской. Это когда, значит, печатный станок Центрального банка производит денежные знаки, которые обмениваются на казначейские долговые бумаги. Но тут сложнее, потому что, опять-таки, бюджет может использоваться для реализации каких-то продуктивных проектов, а может использоваться, скажем, для финансирования войны там, или для финансирования каких-то, будем так говорить, проектов, не производящих товары. Вот. Так что в этом смысле нам, конечно, надо уходить от ценных бумаг, и в первую очередь от американских ценных бумаг. У нас на сегодняшний день, конечно, уже объем американских казначеек в резервах Центрального банка снизился ниже планки 100 миллиардов долларов, но все равно это еще много, и я считаю, что это надо делать как можно быстрее. Вариантов очень много. Мы можем просто эти резервы, связанные в американских ценных бумагах, использовать для каких-то инвестиционных проектов. Но, к сожалению, мы этого не можем делать, потому что у нас нету долгосрочных экономических планов. То есть тут вот опять, понимаете, это примерно как лечение человека, но мы не можем, скажем, тяжело больного человека лечить только одной таблеткой. Необходима комплексная терапия, может быть, операционное вмешательство, может быть, еще что-то. Так и здесь. Поэтому мы постоянно вот должны перед глазами видеть некую идеальную модель экономики. Сегодня мы говорили об отдельных элементах этой идеальной модели экономики, но опять-таки не надо выдумывать эту идеальную модель экономики. Иногда вот у нас такие кабинетные ученые, они там конструируют, но это может быть все не жизнеспособно. Я предлагаю взять сталинскую модель экономики. Сталинская модель экономики – это та модель, которая у нас была создана и функционировала на протяжении примерно 25-30 лет, с конца 20-х годов и до середины примерно 50-х годов. В этой сталинской модели экономики, прежде всего, государственная форма собственности на предприятия стратегически важных отраслей экономики. Понятно, что мы всегда были, остаемся и будем оставаться в недружественной среде. Поэтому нам необходима мобилизационная модель экономики. Мобилизационная модель экономики предполагает, что стратегически важные отрасли, они обязательно должны находиться в руках государства, они должны развиваться на основе долгосрочного плана. Причем этот план должен быть не индикативный, а директивный, то есть он обязан исполняться как закон и так далее, и так далее. Тут очень много интересного. Мы сегодня с Евгением Алексеевичем говорили немало о денежно-кредитной системе, и в той модели тоже много интересного и полезного. Прежде всего, это государственная монополия на банковскую систему. То есть частных банков быть не должно. Частные банки – это нонсенс, потому что частные банки сегодня у нас в России – это институты, которые получили, вопреки даже Конституции Российской Федерации, право на имейшую денег. Потому что безналичные деньги – это деньги, которые не определены ни Конституцией Российской Федерации, ни какими другими законодательными актами. Дальше. Это государственная валютная монополия. Да, у нас много валют, и эта валюта не должна распыляться, она должна находиться в руках государства. И валюта должна использоваться для действительно импортозамещения, а правильнее сказать – для индустриализации. Дальше. Это, конечно, четкое разделение валютного контура экономики и контура экономики, связанного с российской национальной единицей, то есть рублем. Рубль не должен выходить за пределы Российской Федерации. Рубль в советской модели экономики, в сталинской, он обращался по двум контурам. Это наличное рублевое обращение и безналичное. Я только вот такие общие мазки. То есть есть эта модель, ее надо изучать. Я не говорю, что ее надо один к одному использовать, но, по крайней мере, это лучше, чем изобретать какие-то кабинетные схемы, которые наверняка будут посрамлены реальной жизнью. Да и та модель, она ведь тоже методом проб и ошибок создавалась. Там были ошибки. Я не пытаюсь идеализировать это, но все-таки мы вышли на какую-то оптимальную модель. Она, я вам сказал, свою эффективность, по крайней мере. Да, безусловно. Безусловно, без этой модели мы не сумели бы выиграть Великой Отечественной войны. Но это просто грандиозные вещи, грандиозные вещи, потому что вот мы сегодня говорим про импортозамещение. Опять-таки, давайте мы использовать будем свою лексику, лексику нашей истории. Там была индустриализация. А индустриализация – это не просто импортозамещение, потому что импортозамещение – это термин, который еще в Организации Объединенных Наций использовался в 60-70-е годы, в период деколонизации. Говорили, что вот развивающимся странам надо отходить от монокультурной структуры экономики, и надо, значит, постепенно хотя бы какие-то товары производить у себя, хотя бы какие-то. А индустриализация – это целостное импортозамещение, когда создается единый народохозяйственный комплекс, когда страна действительно не зависит от внешних источников сырья, поставок машиноборудования и так далее. Вот к 40-му году уже экспортная и импортная квота советской экономики составляла не более полутора процентов. То есть экспортная – это значит экспорт по отношению к производству, импорт – это доля по отношению к внутреннему потреблению. И уже, безусловно, такую экономику нельзя было подорвать с помощью таких методов, как блокады, экономические санкции, кредитные блокады. Вот совсем каратенечко. Вы посмотрите, говорят у нас про германское экономическое чудо, про японское экономическое чудо, корейское. А вот про советское или сталинское экономическое чудо – молчок. А ведь за период с 29-го года по 22-го июня 41-го года у нас было построено 9600 предприятий. По два предприятия каждый день водилось в строй. Посмотрите, вот эта модель экономики, она показала свою жизнеспособность и в первые месяцы войны. Перенесение производственных мощностей за Волгу, на Урал, в Среднюю Азию, в Казахстан. Ведь это же грандиозный был проект. Ни одна страна ничего подобного не могла сделать. Это надо было произвести демонтаж, погрузку, транспортировку, разгрузку, доставку на площадку, монтаж, пусконалочные работы, передислокация людей вместе с семьями, создание какой-то минимальной социальной инфраструктуры. Понятно, что это не квартиры, это были бараки, но тем не менее люди же не жили под открытым небом. То есть это грандиозный проект. Вот мы отмечали 70-летие Великой Победы, а об этом, к сожалению, очень мало говорилось. А об этом надо говорить. И даже говорить в каком смысле, что это был трудовой героизм. Это был трудовой героизм, потому что сегодня человек, он расслаблен. Общество потребления, оно расслабляет, оно человека как-то, ну, размагничивает, размагничивает. Это очень важный момент. Вот я бы так коротко сказал. Алексей Ильич, вы говорили как раз по сталинскому экономику. Вот в нашей терминологии, извините, это как раз и есть пример суверенной экономики. Как вы считаете, все-таки сейчас достаточно ли сил у президента для того, чтобы запустить этот процесс возврата суверенитета в нашу нынешнюю экономику? Если недостаточно, как считаете, что нужно сделать для того, чтобы все-таки предоставить эти полномочия, эти возможности? Вы знаете, не сразу началась индустриализация. Индустриализация, как я говорю, началась в 1929 году. Прошло несколько лет, прежде чем возникли необходимые предпосылки для индустриализации. Безусловно, что инициатором всего этого был Сталин. Безусловно, что у Сталина были серьезные и опасные оппоненты. Потребовалось несколько лет для того, чтобы преодолеть сопротивление этих оппонентов. Это так называемая новая оппозиция. Это правая оппозиция. Это троскисты. Троскисты. Тросский был выслан сначала в Казахстан, потом он был выслан за границу. Бухарин, Рыков, Зиновьев и другие тоже постепенно теряли свои позиции. И только после того, как были созданы политические предпосылки, появилась возможность приступить к индустриализации. И вообще, иногда приписывают индустриализацию гению Ленина. Но у Ленина не было слова «индустриализация». Даже в его плане Гуэл-Ро этот термин не фигурировал. Впервые термин «индустриализация» появился на 14-м съезде ВКПБ в декабре 2025 года. И еще прошло почти 4 года после этого съезда, пока не был запущен первый пятилетний план индустриализации. То есть, это буквально там понично надо смотреть, какие происходили события. Там была острейшая политическая борьба. Острейшая. Причем такая борьба, которая иногда не ограничивалась борьбой идей. Иногда там приходилось и применять силовые приемы. Все-таки что же необходимо сделать, чтобы сейчас запустить этот процесс именно в национальной экономике, для того, чтобы сейчас это воплотить в жизнь? Сделать еще одно русско-экономическое чудо? Ну, еще раз повторяю, что безусловно, что и экономические предпосылки, они не возникали на пустом месте, потому что, конечно, народ был другого качества. Все-таки люди прошли горнила Первой мировой войны, прошли горнила гражданской войны. То есть, это люди, которые умели жертвовать, которые знали, как жертвовать собой. Сегодня, к сожалению, вот такой способности человека нету. Для того, чтобы она появилась, ну, человек должен пройти через какие-то испытания. Вот таковы законы жизни, понимаете? И не надо думать обязательно, что все должны, вот мы сегодня об этом говорили, это действительно закон истории, еще я впервые об этом узнал у Льва Николаевича Гумилева, который сказал, общество устроено таким образом, что есть пассионарии. Есть пассионарии на каждом полюсе, один плюс, другой минус, а 80% или 90% это вот, грубо говоря, основная масса, которая пойдет за теми, кто победил. Вот так устроено общество. Так что в этом смысле мы как-то привыкли, что сегодня, так, акционерное общество, надо 50% акций плюс одну акцию для того, чтобы контролировать. В Думе надо обязательно 50% голосов плюс один голос для того, чтобы проводить нужные решения. В обществе достаточно 2-3%, как говорят, закваски. Закваски. Или одного Бострыкина. Да, чтоб процесс пошел. Тем более после последней амнистии 60 тысяч мест освободилось. А, вот так вот. Ну, конечно. А их же надо заполнить, иначе придется увольнять людей. Так что здесь, безусловно, причины, то есть предпосылки, условия неэкономические. То есть мы не можем экономику объяснять экономикой. Все-таки первичен дух, первична политика, а потом уже экономика. Которая просто работает по правилам, установленных политиками. То есть вы фактически сейчас сказали, что у нас из нашей территории готов к индустриализации пока только Донбасс. В общем-то, Донбасс это школа, это кузница. Я действительно говорю, что это кузница. Понятно, понятно. Это психологическая, идеологическая, политическая. Поэтому там огромная вот эта борьба вокруг Донбасса, предательство там сейчас. Все это школа, которую людей воспитывает. Мы об этом и говорим. Мы говорим о том, что на Донбассе сегодня солдаты, которые там сражаются, идут в атаку, а сзади должны вешать бронежилет. Потому что сзади враг не меньший в лице пятой колонны и коллаборационистов, чем спереди. Фашисты и интервенты. И люди все равно идут в атаку. То есть русский человек, он настолько мощно духовно подготовлен в борьбе за свое отечество, что он даже понимая, что сзади него предатели, он сражается не за них. Не за командиров, которые назначены пятой колонной, многие некоторые из них и так далее, и политиков. А он сражается за свое отечество, которое выше любого предательства, в том числе тех людей, которые временно оказались в числе его дочерей. Да, как заповедь Евангелия. Это отдать жизнь за други своя. Да. И вот если мы как раз говорим о индустриализации России и механизмах, то вот наш расчет показывает, в том числе вот в этом, в новом курсе, он показывает, что 2, 3, 4 предприятия в день на выходе, да, только другая технологическая как бы схема. Мы вообще, НОТ, если уж об этом можно, не отвечает в формате социализм-капитализм. Вот вы говорите сейчас о госбанках и так далее, не отвечает в этом формате. НОТ отвечает за преодоление перевала суверенитета, то есть за право на решение. Вот кто бы сейчас в России не начал придумывать разные там вещи, они все равно не имеют никаких прав. Право у МВФ и у Госдепартамента США. Мы берем право на национальную территорию. И вот с этого момента уже и можно выстраивать любые логики. И если мы говорим о логике первого дня, то это просто изменение сегодняшней системы, как ее можно поменять за один день. А поменять ее за один день можно только одним путем. Это трофей сегодняшней капиталистической системы, вот как ополченцы взяли трофейный танк и на нем воюют. Заставить взять и тем самым развернуть его на национальные рельсы. Заставить работать на национальную экономику. Сегодняшняя политическая система, экономическая, трофейная, американская, они ее создавали. Это система сегодняшних частных банков, это система сегодняшних инвестиций, это система сегодняшних правил, которые надо менять. Но их надо менять следующим этапом, как только мы возьмем их под контроль. То есть мы исходим из того, что надо за один день запустить трофейный танк фашистской Германии на пользу Советского Союза, если так грубо сказать терминами Великой Отечественной войны. Это трофейный танк, это вся сегодняшняя экономика. Все сегодняшние капиталисты, все либартики. Но это некий аналог новой экономической политики, которая продолжалась, как вы знаете, с 21 по 29 и даже до начала 30-х годов. Да, то есть перехватив управление с помощью нода, мы уже как бы перевалили за перевал и дальше начали уже плановое строительство национально-ориентированной экономики на базе трофейной. Давайте честно скажем, на базе трофейной американской институциональной экономики. Колониальной американской. То есть у них ни в Америке ни там. Вы называете трофейной, я немножко по-другому говорю. Пока мы играем на их поле, их мячом, с их судьями, по их правилам. Да, хотя бы сменим судей. Для начала сменим судей и начнем играть ради себя. Вот с этого момента, да, потом потребуется много чего изменить. И в сторону социалистических элементов, но это уже не вопрос нода. Это все, мы даем право. А дальше уже этим правом пользуются граждане России и ее институты. Можно задать вопрос. Валентин Юрьевич говорит, что все-таки проблема возврата сейчас экономического суверенитета лежит именно в политической плоскости. Поэтому, Евгений Алексеевич, вам вопрос как к политику. Что нужно сделать для того, чтобы вернуть, проявить свою политическую волю и вернуть именно экономический суверенитет? Чтобы вернуть экономический суверенитет, надо получить право на принятие решений. А если вы получили право на принятие решений, это уже второй вопрос, в какой сфере вы примете решение. Потому что они тогда и в политике будете принимать, и в экономике. У вас право появилось. Естественно, вы не будете отделять политику от экономики. Что для этого надо сделать? Для этого, собственно, как система штабов уже, не как явление, а как система штабов существует. Мы разживали этот вопрос многократно. То есть технологически это надо конституционная реформа, референдум по конституции, множество шагов, их тысячи, чтобы достигнуть этих возможностей, то есть чтобы провести референдум, надо много чего сделать, я не буду сейчас даваться подробностям. То есть это определенная технология национально-освободительной борьбы в виде конечного результата, в виде референдум по конституции. То есть отмена решения народа Российской Федерации о своем колониально-рабском статусе от 1993 года, который народ зафиксировал в виде референдум по конституции. И этот же народ должен отменить свое решение и поменять его на другое. Вот технология, мы ранее подробно это обсуждали, если надо еще, просто сейчас не такой формат, чтобы говорить о деталях политического процесса НОДА. Ну а в рамках этого процесса, естественно, добиться, вот как в свое время упомянутые здесь большевики, послали рабочего в Центральный банк, послали рабочего в штаб Министерства обороны, тогда еще Царской армии, послали рабочего в Зимний дворец. Сейчас, заметьте, это были одинаковые рабочие. То есть нельзя было послать Центральный банк рабочего, не послав рабочего в Зимний дворец, понимаете? А вот послав рабочего в Зимний дворец, можно после этого было послать рабочего в Центральный банк, для качества комиссара и контролера. Сегодня у нас национальный лидер Путин, сегодня этот процесс выглядит в том, чтобы вы увеличиваете перевес сил, вот как гирьки у весов, вот чашу весов. Вот здесь Путин как национальный лидер, здесь пятая колонна. Пятая колонна тяжелее Путина в 10 раз. Но есть гирька под названием «Народ», у которого 145 миллионов песчинок. Вот пока этих песчинок в ноде 200 тысяч, вокруг ноды еще 15 миллионов, как показало шествие 9-го числа. Вот эти песчинки должны постепенно пересыпаться на чашу весов, где национальный лидер, и заметьте, каждый из песчинка с ногами и с головой. То есть ее пересыпать нельзя, она сама туда должна пройти. И вот с этого момента, когда эта чаша займет хотя бы половину веса, там у него у Путина есть гирьки, вежливые люди, часть вооруженных сил. Но тем не менее, все равно не хватает. Когда перевес произойдет, вот так вот это весы, вот так вот песчинки, раз, половина. Вот с этого момента произошло качество. Качество реализовалось в референдуме, реализовалось в кондиционной реформе, и с этого момента резко началось набирать силу вот эта вторая. Потому что тут же половина, значит, влиятельных людей туда побежала, чтобы не успеть, чтобы успеть, вернее, на уходящий поезд. И у вас резко, вот тут надо уже удерживать, да, сдерживать. Ну вот о чем говорил Лев Николаевич Гумилев, вот эти полюса по одному проценту там и там, и середина, да. Это уже надо сдерживать, потому что там уже пойдет скач, просто телега побежит скачь. Вот здесь уже надо это понимать заранее, заранее сдерживать, потому что этот скач, это уже начнут лес, щепки рубят, летят и все прочее. То есть это надо управлять этим процессом. И гарант управления после победы, это как раз тоже Путин. Потому что у них есть для этого авторитет и власть, чтобы сдержать уже тех самых предателей, которые вдруг ставят правоверными патриотами в один день. А у меня сразу прагматичное предложение. Нот, как общественно-политическое явление, очень хотел бы, чтобы вы поработали в Центральном банке. Вы знаете, года два назад... Мы дадим солдат в помощь. Дадите, да. Хорошо. Нет, это, да, хорошо. Это для завершения. Спасибо. Спасибо, спасибо за доверие. Спасибо.